Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, я Антон, и я продолжаю проходить кооперативную кампанию в игре Battlefield 3. Сегодняшнее задание называется «Бей, беги». Аль-Закир, захваченный нами в прошлой миссии, сообщил нам важные сведения, которые касаются предстоящих терактов. И, в частности, одного из терактов в Париже. Более того, с этими терактами связана некая компания Levin Cooperative. И, собственно говоря, мы сейчас находимся в офисных помещениях той самой компании. Нам будет противостоять местная служба безопасности. Которая очень против того, чтобы мы вламывались и узнавали какие-то данные. Но мы, как говорится, не в первый раз в такое говно встреваем, поэтому можем смело упороть любых козлов, которые попытаются нам что-то противопоставить. У нас из оружия МП-7 с голографическим прицелом и глушителем, а также фонариком. Ну и плюс, конечно же, по умолчанию, это Беретта М9 с глушителем. Уходим нахер! Очень классный набор для такого бесшумного убийцы а-ля 47-й. Но, на самом-то деле, мы знаем, что 47-й всегда справлялся с помощью струны. В любом случае, смело выкашиваем противников. Вначале ставим клейморы, чтобы ни одна гадина живой не влезла через окно. И аккуратненько двигаемся дальше. В этом моменте, друзья, очень вам рекомендую прятаться за вот этими вот постаментами, на которых стоят какие-то вазы, видимо, очень раритетные. И это спасет вам жизнь. Потому что в зданиях через дорогу, напротив того, где вы находитесь, здания, находятся снайперы, которые очень точные. Вот, например, они только что сложили моего напарника. Благо я нахожусь за стеной и меня они достать не могут. А вот его они вынесли. И довольно быстро. И, друзья, подберите вместо М9 какое-нибудь другое оружие. Можете взять пулемет. Можете взять дробовик. Я вот, например, подобрал Дао-12. Отличный африканский дробовик револьверного типа. Очень скорострельный, мощный. И, в принципе, внушает страх. Поэтому он тут будет, кстати говоря, очень к месту. Особенно ближе к концу миссии. Так вот. Пробрасываем гранатки. И аккуратненько двигаемся дальше. Противник буквально на каждом шагу, за каждым поворотом. Но у нас есть гранаты, которые прекрасно справляются. Плюс с МП-7 довольно точный ствол. И, несмотря на то, что даже на нем глушитель, все равно очень удобно стрелять даже от бедра. Хорошо. Лови гранату, мразь. Бум. Хорошо. Трехочковый. Буквально. Продолжаем. Продолжаем двигаться дальше. Аккуратненько. Тут у них даже ЮСАСы есть. РПК. Во. Вещь. Ну, РПК такой себе. На нем прицел слишком большой. Большой кратности. Был бы на нем коллиматор, было бы гораздо удобнее. Аккуратненько проходим офисное помещение. Внутреннее убранство, конечно, очень похоже на миссию, в которой мы играем за Диму. В оригинальной кампании, если помните, в миссию в Париже. Когда вместе с другими спецами, Кириллом и Владимиром, мы искали бомбы. Ну, собственно говоря, дверь закрыта, в которую нам нужно. И теперь нам нужно держать позиции, обороняться от орд специалистов из этой охранной фирмы. Но благо гранат просто до жопы. Можно забросать тут буквально все, забомбить. И красота же, красота. Что ни бросок, то хотя бы один фраг есть. Хорошо. Ну, это просто прекрасно. Просто прекрасно. Все. Отлично. Готово. Восполняем боезапас. А тут буквально за дверью сразу уже стоит. Хитрый хрен приныкался. Кстати говоря, противники в кооперативной кампании активно пользуются ножами. То есть, конечно, они вас не убивают. Ну, как сказать, летальным образом. То есть, но если они делают вам захват и, соответственно, ударяют ножом, как это происходит, например, в мультиплеере, когда у вас забирают жетоны, то вы падаете и ваш напарник должен вас поднять. Поэтому сближайтесь с противниками только в крайних случаях. В основном используйте гранаты и огнестрельное оружие. Есть. Заходим на второй этаж. Наш противник идет понизу. Точнее, наш напарник. Как и противник, собственно говоря. А вот в этом моменте очень пригодится ваше второе оружие. Если вы подобрали дробовик или пулемет, здесь прям это must-have. Я считаю, потому что противника, который находится внизу и которого развлекает наш товарищ, очень легко убивать и, соответственно, зарабатывать очки. А я напоминаю, что за очки нам дают классные пушки. Хорошо. Оп. Ранили меня. Ооо, тайп. Ёлки-палки. Ещё искали матор. Ого-го-го. Ну, это просто... Это просто обязательно к использованию. Say hello to my little friend, ублюдки. Хорошо. Отлично. А тут, кстати говоря, ящик с оружием лежит. С боеприпасами, вернее. Хорошо. Ну, тут, просто говоря, пулемет это прям лучший помощник после вашего товарища, который с вами играет. Помощь неоценима, конечно. В мультиплеере он не так хорош, а вот здесь это прям машинка что надо. Бункер на 100 патронов. Плюс ещё 500 в запасе. С самого начала. Это ли несчастье? Гады зацепили меня. И довольно мощно зацепили. Собственно говоря, двигаем в гараж. Там находится машина, на которой мы свалим. И, кстати говоря, что-то мне подсказывает, что Danger Close, сейчас эта студия называется DICE Los Angeles, они использовали наработки из этой миссии для Medal of Honor, Warfighter. В частности, геймплей на машине. И позже вы прям узнаете такие схожие моменты. Мне достанется место пассажира, но так или иначе, прям очень похоже. И здесь это буквально меньше минуты в кооперативе, а вот в Medal of Honor там это прям несколько полноценных миссий на машинах. Но, в любом случае, гасим последних противников, которые нам мешают. И двигаемся к гаражу. Там нас ждёт наша ласточка. Вот и дверь в гараж. Отворяем ворота. И спускаемся вниз. Но, естественно, естественно, машину нам так просто никто не отдаст. Уже гады сидят там. Вот они, вот они, собаки. Ловите лимоночку. Бум! Есть! Хорошо. И ещё одну. Да что ж вы гады так мощно валите? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. А вас тут много? А вас тут много? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, благо, мой напарник разрулил как надо. Я забросил эту гранату Престижа. Дабы удостовериться, что противник убит. Давайте, давайте, давайте. Двигаемся, двигаемся к машине. На самом деле там будет целая парковка автомобилей. Огромная, несколько этажей. Не знаю, почему зацепились именно за эту тачку. Но в любом случае. Открываем. А вот ещё сладкая парочка твиксов. Бензин сливали. Вот она, наша тачка. И на самом деле, в этот момент, друзья, я не понимаю, с чем связано это. Но, видимо, разработчики сами забыли. Либо это сделано специально. Но здесь, вот хрен догадаешься, куда надо ехать. Выезда нет нигде. Ворота закрыты. Я обозначаю моему напарнику, куда надо ехать из пулемёта. Именно там находится выезд. Я тоже не сразу разобрался. Но, именно туда нам и надо ехать. Кстати, ВКонтакте. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, друзья. Вот сюда надо выезжать. Даже ворота не упали. То есть, это, видимо, какой-то баг, который до сих пор не починили. Но, в любом случае, друзья, миссия по факту окончена. Нам остаётся только выехать с этой долбанной парковки, которая кишит противниками. Их тут просто до жопы. И, как видите, целая куча машин. Всё эпично взрывается. Красиво. Все падают. Откалывается штукатурка. Выстрелы, взрывы. Это же просто красота. Друзья, мне остаётся лишь откланяться. Большое вам спасибо за просмотр. С вами был я, Антон. Не забывайте подписываться на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Читайте в Твиттере. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, друзья. Играйте в хорошие игры. Удачной вам кооперативной кампании, хороших напарников и высокого КД. Всем удачи, друзья. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!